Вполне пригодный для жилья точку в споре вокруг одного из домов усадьбы Зеленко поставил суд. На последнем слушании было решено, дом не является аварийным. Татьяна Петрова, одна из активисток, радушно приглашает в гости журналистов. Квартиру в доме с вековой историей называют родовым гнездом. Семья Татьяны живет здесь больше 80 лет. Сначала были две комнаты в коммуналке, потом превратили их в квартиру. С тех пор остались не только воспоминания, даже старинный комод, купленный дедушкой, сберегли. В 29-м году у меня чек даже сохранился. То есть вот так вот жили, все, вот это вот берегли. С заботой вниманием жители относятся и к самому дому. На собственные средства красят лестницу в подъезде, поменяли батареи. После того, как суд встал на их сторону, продолжать планируют в том же духе. Наше дальнейшее действие мы будем добиваться присвоения все-таки нашему зданию, внесения нашего здания в реестр памятников культурного, объектов культурного наследия. Ну и в дальнейшем будем ремонтировать его, реставрировать. В начале года здание уже внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Это произошло после того, как судьбой дома заинтересовались общественники, главный архитектор, самары городские и областные власти. Все они уверены, усадьба Александра Зеленко, к которой относится несколько построек, единый архитектурный комплекс и разрушать его нельзя. Здание, безусловно, обладает архитектурно-исторической ценностью и заслуживает того, чтобы быть признанным, выявленным объектом культурного наследия. Регистрация в этом списке автоматически дает этому зданию право государственной охраны. Впереди еще одна историко-культурная экспертиза, которая покажет, окажется ли дом Зеленко в реестре памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Марина Кравцова, Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. Спасибо.